Выход новых игр по вселенной God of War уже не за горами. Почему именно игр? А потому что недавно Santa Monica Studio открыла новый набор сотрудников, для которых требуется ведущий сценарист, аниматор, старший дизайнер боевой системы, старший художник по персонажам, старший технический продюсер, ведущий программист по инструментам и другие специалисты. При этом упоминается, что в описании некоторых позиций среди предпочтительных требований К соискателям упоминается наличие опыта по играм серии God of War. В вакансиях уточняется, что приоритет будет отдаваться кандидатам, которые хорошо разбираются в дизайне боевой системы, механиках и врагах God of War 2018 года и God of War Ragnarok. Это позволяет предположить, что данный набор сотрудников связан с началом разработки следующей части God of War. Но также с момента разработки Рагнарёка, Санта Моника Студио занимается игрой по совершенно новой IP, разработку которой возглавляет Кори Барлок. Предполагается, что этот проект будет следующим после God of War Ragnarok, а новая God of War выйдет позже. Судя по этому, у меня есть предположение, что перед новой игрой про God of War, нам хотят показать историю Зоотрея и о его поиске великанов. Скорее, разработчики сделают такой ход, потому что лицом серии God of War является Кратос, а не его сын. Игра бы тогда называлась совершенно по-другому, и согласитесь со мной, что God of War без Кратоса это не God of War. Поэтому это специально создаётся полностью новый проект, где нам покажут новую разнообразную боевую систему Зоотрея, где он также будет обучаться чему-то новому, а также продемонстрировать другие страны вселенной God of War. Возможно, это будет не отдельный проект, а скорее новая DLC Крагнарёку, ведь сценарист Санта-Моника Студио после выхода Вальгалы намекал нам на то, что Вальгала это не конец истории. Вы действительно думаете, что хитро это конец истории? Ну камон, ребята! Скорее всего, он имел в виду дополнительные диалоги и, возможно, даже катсцены после прохождения основного сюжета DLC. Но когда я буквально неделю назад решил перепройти Вальгалу, я заметил, что я смог все эти диалоги и катсцены увидеть перед финалом основного сюжета Вальгалы, а после чего увидел концовку Сигрю. Бред это или нет, решать только вам. Давайте поговорим о ремейке трилогии. Не так давно появлялся слух о том, что Санта-Моника готовит на PS5 переиздание основной трилогии God of War. В одном из видео я рассказывал, как разрывочки намекнули на возможный анонс. И вот 20 апреля God of War 4 стукает 6 лет, где на канале Sony выходит сразу же видео о разработке Вальгалы, где по большей части рассказывается об становлении кратса новым богом войны Скандинавии, тем самым затрагивая моменты с Оресом из первой части серии God of War и становление кратса греческим богом войны. Когда я смотрел это видео, меня смутило то, что здесь затрагивается именно первая часть серии, хотя Орес и вообще самые важные с ним моменты присутствовали в том же призраке Спарты или в Ассеншене, а более детально расписывали отношение кратса к бывшему богу войны Оресу. Ведь в видео рассказывали об отношении кратса и Тюра, поэтому было бы логично чуточку побольше рассказать об важных моментах с Оресом. Ну ладно, давайте перейдем к самому важному, и это касается самой даты, а именно 20 число. Если вспомнить о том, что первая часть через год будет праздновать свое 20-летие, то все становится очевидным. И я думаю, что в этом видео нам разработчики дают намек на то, что ремейк или же ремастер выйдет на 20-летие всей серии. Это и объясняет, почему показывали только первую часть. Так что ожидаем все эти игры на наших PlayStation 5. Возможная отдельная игра за Трея, ремейк или же ремастер старых частей и God of War 6. Даже как-то грустно, что Sony перестала поддерживать старенькую PS4, хотя мне что-то подсказывает, что Sony все-таки выпустит переиздание на эту старушку. Ну а это лишь вопрос времени. А так, всех благодарю за просмотр данного ролика. С вами Кексик, да был ваш покорный слуга Gold Thunder, да пребудет с вами Кратос. С вами Кексик, да был ваш покорный слуга Gold Thunder, да пребудет с вами Кратос. Добавил субтитры Алексею Духа» Продолжение следует...